В 90-х, как и в 2000-х, ты, конечно, как и я, наслаждался безумным количеством музыки тысяч исполнителей. Прошли годы, и мы потеряли из виду некоторых своих кумиров. Где они теперь? Чем занимаются? Я вам расскажу о некоторых, кем мы восхищались, а затем потеряли из виду. Начнем! Кстати, этот выпуск сделан специально по вашим комментариям. Спасибо за то, что вы комментируете и смотрите. Кто не видел предыдущий выпуск о том, куда девали звезды, советую посмотреть по ссылке. Лика Стар Звезда 90-х, певица Лика Стар, а по паспорту Павлова, более 10 лет, как одинокая луна, не живет в России. Выйдя замуж за итальянского бизнесмена Анжела Сечи в начале 2000-х годов, она обосновалась вместе с ним, а также с сыном Артемом на острове Сардиния. В 2004 году у исполнительницы родилась дочь Аллегрина, а в 2011-м сын Марк. Лика Стар нисколько не жалеет о том, что покинула родину. И напротив, она обрела гармонию, счастье и любовь. Да, быть известной иногда очень удобно, и многие двери открываются тебе лишь потому, что ты звезда. И к этому очень быстро привыкаешь. И самое ужасное в этой ситуации, что ты перестаешь принадлежать самому себе. Конечно, не сразу, но день за днем твоя популярность делает тебя зависимым от нее. По ее словам, это очень угнетало певицу. И теперь она говорит, что счастлива. У нее есть самое главное в ее жизни – это любовь. И певица очень благодарна своему мужу за счастливую жизнь. И не скрывая, говорит о своих чувствах к нему. Для тех, кто не знает, в свое время она была даже на шоу «Последний герой». В настоящее время Лика Стар живет со своим мужем-дизайнером итальянцем и детьми на острове Сардиния. Занимается домашним хозяйством, а в свободное время занимается парутным спортом совместно с мужем и детьми. Переводит, а также поет итальянские песни. Отметим, что несмотря на то, что Лика Стар не выступает, она все равно не сидит сложа руки. Она организует гастрономические туры на остров Сардиния. Ну а причиной ее исчезновения с российской эстрады стал ее роман с Владимиром Пресняковым, который в то же время был мужем Кристины Арбакайта. И только вмешательство Аллы Борисовны Пугачевой помогло его вернуть в семью. Она же полностью перекрыла кислород Лики Стар и практически вынудила ее уехать из страны. Демо. Солнышко в руках и венок из звезд в небесах. Из других планет все видят нас. В 1999 году 17-летняя студентка Александра Дверева из подмосковного поселка Старая Купавна пришла на кастинг новой группы Вадима Полякова и Дмитрия Поставалова, которая прошла успешно. Сразу записываются песни «Солнышко» и «Две тысячи лет». Кроме Зверевой в проекте принимают участие танцоры Марина Железняк и Данила Поляков. Песни с радостью принимаются на радиостанциях, почуяв новое звучание. А снятый осенью клип «Солнышко» на ТВ. В ноябре 1999 года группу покидает Марина Железняк, которая уходит на учебу. Затем группу покидает танцор Данила Поляков, который уходит в Большой театр. Вадим Поляков быстро находит им достойную замену. В группу входит Анна Зайцева из шоу-балета «Тодос» и Павел Пеняев – шоу-балет «Дункан». Они достаточно легко вливаются в коллектив и становятся для Саши Зверева не просто партнерами по группе, но и весьма близкими дорогими друзьями. В 2000 году начинаются гастроли группы как в России, так и за рубежом. Саша Зверева переезжает в Москву и выходит альбом «Солнышко». Затем в 2002 году группу покидает один из продюсеров – Дмитрий Поставалов. Но, несмотря на это, группа на пике популярности. И выходит еще два альбома – «Выше небо» и «До свидания лета». Группа проводит тур по США. Параллельно с этим Саша Зверева живет в браке с банкиром по имени Илья и воспитывает дочь. Но творческая деятельность не прекращается. В конце 2006 года записан альбом под названием «Запрещенные песни». Но деятельность группы становится более пассивной и получает меньше освещения в прессе. Из-за редкости гастрольных поездок. В 2008 году в группу возвращается Дмитрий Поставалов. А у Александра Зверевой рождается второй ребенок – мальчик Макар. С группой перестают ездить на гастроли Павел и Анна. В апреле 2009 года группа готовится встретить свое десятилетие. В этом же году, 26 апреля, группа отмечает десятилетие в клубе «Точка». После концерта Дмитрий Поставалов официально заявил Вадиму Полякову и Саше Зверевой, что группа безнадежно осталась в 1999 году и вновь перестал ее продюсировать. После юбилейного концерта и до конца 2009 года группа посетила более 40 городов России, Европы и Америки с концертами. Хотя и не являющимся единой программой тура, но проходящей в одном стиле. Одна и та же юбилейная концепция афиши, сценические реплики Саши Зверевой о воспоминаниях двухтысячных. Обязательное упоминание в интервью местным масс-медиа о предыдущих концертах в данном городе – пике популярности. Группа еще выступает и записывает песни, но уже в 2011 году Вадим Поляков и Александр Зверева официально заявили, что прекращают совместную деятельность. Саша Зверева занялась сольной карьерой. А Вадим Поляков нашел новую солистку для группы – Дарью Победоносцеву. И теперь на концертах группы демо выступает Даша Победоносцева. Но популярность группы падает каждый день из-за прямой ассоциации поклонников группы с Сашей Зверевой. Первый месяц после ухода из группы Саша Зверева выпустила сольный трек, который называется «Остаться». А также не уходи. В августе того же года Саша Зверева второй раз вышла замуж за Дмитрия Алмазова, известного в мире как диджей Бобина. В настоящее время Саша Зверева все больше времени проводит в интернете. И проводит семинары по здоровому образу жизни и воспитанию детей для молодых мам. Маша и Медведи Группа была обрадована 13 января 1997 года. Отправной точкой истории группы можно считать 1996 год, когда Мария Макарова передала демо-запись своих песен гастролирующему в Краснодаре солисту группы «Мегаполис» Олегу Нестерову. И впоследствии эта история обошла все газеты. В 1996 году Маша Макарова выступила на фестивале «Поколение». А в 1997 году Маша Макарова подписывает контракт с Олегом Нестеровым, который впоследствии становится ее продюсером. Маша Макарова собирает музыкантов в 1997 году. И в этом году Маша и Медведи снимают два видеоклипа в Индии. Один на песню «Любочка», а второй на песню «Без тебя». Зимой 1998 года на радио «Максимум» появилась песня «Любочка», которая мгновенно становится хитом. Альбом «Солнце клеш» и группа «Маша и Медведи» становится открытием 1998 года. Маша и Медведи выступают на фестивале «Максидром» и бешено поддерживаются публикой. В этом же году группа начинает активно гастролировать и получать многочисленные музыкальные награды. После столь удачного старта в 1998 году Маша и Медведи снимают клип на песню «Рик Явик» в Исландии. И этот хит успешно принят критиками. «Рик Явик» пользовался успехом даже в Исландском посольстве в России. В 1999 году Маша и Медведи принимают участие в фестивале, организованном журналом «Фуз» в городе Санкт-Петербург. За один год Маша и Медведи дают 84 концерта в Москве и в регионах СНГ. Попав в круговорот московского шоу-бизнеса, Маша растерялась как на «Максидроме», и она понимала, что себе уже не принадлежит. Но мириться с этим она не хотела. Певица снялась в журнале «Плейбой», а потом решила, что могла этого и не делать. Интервью запутавшейся Маши обошли почти все издания в 1999 году, обложки которых ее фото украшали годом раньше. Машу и Медведи сняли даже с одного из предвыборных туров, потому что солистка отказалась петь хиты и славить нужных кандидатов. В этом же году выходит альбом «Куда?», а уже в мае 2000 года Маша Макарова объявила о прекращении группы «Маша и Медведи». Прямо на съемках «Максидрома-2000». А все это произошло из-за конфликта между Машей и остальными участниками группы. Музыканты группы попробовали играть дальше, но уже с новой солисткой. Ей стала бэк-вокалистка Линды, певица Ольга Дзусова. А на нашем радио даже появилась песня коллектива, сменившего название на «Медведи» под названием «Тополя». Но, однако, успеха это начинание не имело. В тот же период распада, с 2000 по 2004 год, Маша Макарова записала несколько песен. «Примадонна», «Парабеллу», «Войне» и «Верю я». В 2004 году Маша и Медведи объединяются, и Маша Макарова возвращается в коллектив. В 2005 году Маша родила двух дочек, Розу и Миру. И в этом же году началась запись третьего студийного альбома «Без языка». Альбом получился концептуальным, эволюционным. В нем собраны композиции, которые писали в течение пяти лет. Пяти лет размышлений, попыток понять себя, понять мир и найти в нем свою роль. В 2012 году группа выпускает новый альбом «Конец гусеницы. Начало бабочки». Который, по ее словам, будет состоять из четырех релизов. Пока в свет вышел только один. Что будет дальше? Посмотрим. Ставь лайк, если тебе понравился этот ролик. Пишите в комментариях, о ком бы ты хотел услышать из своих любимых звезд шоу-бизнеса. И я обязательно расскажу вам о них. Смотрите все самое интересное на канале Забирай ТВ. Вписывайся. И до скорого, друзья. Ждите новых роликов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok